Всем привет друзья, вы на канале Gobster Play. В прошлом ролике мы разбирали P90. Это оружие представляет собой самый настоящий лазерган. Но заслуга того, что он является лазерганом и стреляет практически в точку, это не сам ствол, а боеприпас SB193. Сам боеприпас продается у миротворца на третьем уровне лояльности и его основное преимущество в том, что он снижает отдачу на 24 пункта. Да, он является дозвуковым, то есть необходимой соответствующей поправки при стрельбе на дальние дистанции и по движущейся мишени. Еще одно преимущество этого боеприпаса заключалось в том, что у него не было лимита, то есть вы могли покупать абсолютно любое количество боеприпасов, которое вам необходимо. Сейчас же лимит составляет 120 штук. Теперь по 90 не столь привлекательный пистолет-пулемет, каким был ранее. Именно поэтому я спешу предложить вам альтернативу. Перед вами МП-7А1. И это окончательный вариант его сборки. Почему сборка именно такая, сейчас я вам расскажу. Стоимость МП-7 на барахолке примерно 30-35 тысяч рублей. Да, существует еще один вариант МП-7, МП-7А2, он желтого цвета и на него можно дополнительно установить рукоятку. Но лично я покупаю тот, который дешевле. То есть смотрите по барахолке, если МП-7А2 будет дешевле или вам просто вам больше нравится, покупайте его. В конечном итоге, все равно разница в вертикальной отдаче будет всего 2 единицы. То есть у МП-7А1 вертикальная отдача 44, а у МП-7А2 с самой топовой рукояткой РК-2 вертикальная отдача будет 42, но при этом вы дополнительно потратите какие-то деньги, которые можно не тратить. Теперь, что касается боеприпасов. Вам необходим механик третьего уровня лояльности. У него есть боеприпасы Сабсоник СХ. Эти боеприпасы, как вы уже могли догадаться, тоже уменьшают отдачу, как и в случае с П-90 на 22 пункта. То есть мы будем пользоваться тем же самым преимуществом боеприпаса, но уже в случае с МП-7. В покупке доступно 400 штук за завоз и стоят они всего по 372 рубля за выстрел. Также у Механика вы покупаете магазины на 30 патронов. Покупайте сразу все, которые доступны, потому что их очень быстро раскупают. Стоят они всего по 7000 рублей. На барахолке таких скидок не будет и стоят они по 50000. Это уже не имеет никакого смысла. Когда прокачаете корону у Механика, можете покупать магазины на 40 патронов, если тридцаток вам недостаточно. А также здесь продается глушитель на МП-7, который дополнительно снизит нам отдачу, а также уберет звук выстрелов. При этом сам глушитель довольно дорогой и стоит 60000 рублей. Но на общей стоимости сборки это не так сильно скажется. Сейчас покажу почему. Вы купили МП-7А1. Что с ним делать дальше? Если ваш механик на третьем уровне лояльности, то глушитель лучше не устанавливать, потому что на барахолке он стоит 80000 рублей. Мне кажется это очень дорого. Но если денег у вас куры не клюют, почему бы и нет? Итак, у нас нет денег на глушитель, поэтому ставим тридцатки. Покупаем у лыжника самый дешевый тактический ЛЦУ NC Star Tactical Blue Laser, а также убираем целик. Да, мы не ставим коллиматорные прицелы. Вы можете поставить, но сейчас покажу, почему это и не имеет никакого смысла. Собираем все воедино и переходим в тир. Итак, мы в тире. Боеприпасы Subsonic SX, которые снижают отдачу на 22 пункта. Как многие из вас знают, ЛЦУ показывает примерное место, куда должна прилететь пуля. Если совместить мушку с ЛЦУ, то мы заметим, что они совпадают. То есть, пуля полетит ровно по мушке. Именно поэтому коллиматор нам не нужен. Но чем ближе дистанция, тем пуля будет лететь ниже. Это не существенный недостаток, просто имейте это в виду. Теперь проверим уровень отдачи. На мой взгляд, он более чем приемлемый. То есть, целясь в грудь, вы можете спокойно зарандомить в голову на первом подбросе. Дальше его уже очень легко контролировать. А точнее, даже делать ничего не надо, ведь ЧВК сам справляется. Конечно, если вам неудобно целиться через мушку, вы можете дополнительно поставить коллиматорный прицел. Но я этого делать не собираюсь. Именно из-за отсутствия коллиматорного прицела стоимость такой сборки примерно 40-45 тысяч рублей. Сам МП-7 30 тысяч, магазин 7 тысяч и ЛЦУ 6 тысяч рублей. Также напомню, для дополнительного снижения отдачи вы можете установить глушитель. Если ваш механик на короне или вам не жалко денег, купить его на барахолке за 80 тысяч рублей. Это дополнительно снизит нам отдачу и это хорошо скажется на нашей точности. Сейчас перейдем в тир и постреляем. Подброс первого выстрела есть. Его практически невозможно сконтролировать. Легче всего целиться в грудь, тогда вы обязательно попадете в голову. Дальше все пули летят по ростовой мишени. Также очень удобно стрелять с ЛЦУ. То есть, вам даже целиться не надо. То есть, на дистанции 25 метров вы сможете спокойно вести своего противника и стрелять не целясь. Для сравнения по 90. Конечно, отдача у него будет меньше. Но он и стоит дороже и теперь у него есть лимит боеприпасов, который существенно снижает его эффективность. В идеале, если вы не хотите экономить, ставите магазин на 40 патронов, он стоит 12 тысяч рублей. Ставите любой тактический блок, который вам нужен. Например, дебаль, у которого есть функция фонарика, совмещенного с ЛЦУ. А также устанавливаете любой коллиматорный прицел по вкусу. Пусть это будет голографический прицел EOTEC. И тогда эта сборка приобретает отличный опрятный внешний вид. При этом, вы не особо увеличиваете конечную стоимость. То есть, вы остаетесь в пределах 150 тысяч рублей. Это со всеми установленными модулями. Если же вы используете сборку такую, которую использую я, вы остаетесь в пределах 100 тысяч рублей за сборку. То есть, такой ствол и потерять не жалко. При этом, при всем, это оружие идеально подходит именно для обороны вашего лута. То есть, грубо говоря, вы лутаете маяк, на вас напали и вы сможете дать достойный отпор. Конечно, вы также можете атаковать противника, но вы всегда должны вспоминать о его слабых сторонах. Первое, это слишком быстрый расход боеприпасов, а второе, это сам боеприпас. Ведь его бронепробитие всего 36 единиц. То есть, вы пробьете 4 класс не с первого выстрела. В принципе, это и не нужно, потому что скорострельность 950 выстрелов в минуту, но все равно имейте это в виду. Также это оружие отлично сочетается, если, например, вы используете снайперскую винтовку, а МП-7 используете как вторичку. То есть, это значительно повышает вашу эффективность в бою. Что касается других боеприпасов, можете использовать FMG-SX. Они уверенно прошивают 4 класс, но при этом у них нет бонусов к отдаче. Но есть небольшой лайфхак. Берете Сапсоник-SX, заряжаете первые 3-4 патрона Сапсоников, а дальше заряжаете FMG-SX. Это должно скомпенсировать подброс первого выстрела. Он будет не таким существенным, если бы все боеприпасы были FMG-SX. Если этот ролик был вам полезен, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Также у меня есть Twitch-канал, на котором проходят стримы. Ссылка на него будет в описании. Всем спасибо, всем пока!